Серёж, у тебя есть какое-нибудь объяснение тому, что многие журналисты вот так вот самовыражаются, не только на газетной или на телеэкране, но пишут такие авторские песни? Сегодня Нырков журналист, ты журналист, Сергеев журналист, у нас Юра Башарин тоже пишет песни. Я понял вопрос, он мне понравился, у меня есть совсем другой ответ. Я считаю, что не многие журналисты так самовыражаются, а многие поэты, понимая, что больше ничем они на хлеб сегодня не заработают, ушли работать в средства массовой информации, где они как-то могут себя реализовать. Вот, во всяком случае, в моём случае это, наверное, так и выглядит, и у меня же нет специального какого-то журналистского образования. А какое у тебя образование? Я режиссёр, причём режиссёр драматический, серьёзный режиссёр, но не востребованный, как всегда, это бывает в таких случаях. А почему не востребованный? Да не востребуюсь как-то. А ты пытался что-нибудь поставить? Да, я очень много ставил вообще, если честно говорить, и самое смешное. Ну, то, что с детьми, это я в курсе, а я имею в виду в профессиональном театре. Я предлагался профессиональному театру как последняя женщина нормального поведения. Они практически уже согласились, потом выяснилось, что у них там график работы такой напряжённый, что вот зарплату получать за то, что они со мной что-то сделали, не могут. Тем не менее, я вот уже в этом году, хвастаться уже можно, да? Книжку сделал, магнитный альбом почти приготовил, и к концу года ещё спектакль сделал, и тогда я тебя обязательно приглашу. Магнитный альбом. Там твои песни под гитару, или всё-таки ты ещё задействовал какие-то другие инструменты? Эта мысль пришла в голову не мне, вот Миша Цепкайкин, замечательный музыкант, который сейчас, я не знаю, может быть, совру, но его группа, она как бы простаивает. Улица Звуков, да, кажется? Да, Улица Звуков. Он говорит, что у него есть хороший музыкант, я ещё, честно говоря, с ним не знаком, но это было бы интересно, попробовать сделать что-то вот вместе вот так. Это ведь не коммерческий проект, это вот для души, для друзей, для хороших знакомых. Книжка вышла, выяснилось, что полгода знакомых и друзей.